Добро пожаловать на канал Люцика, меня зовут Богдан и о великий Роблокс, ты нам столько даришь бесплатных вещей, я уже столько много видео снял, спасибо тебе Роблокс и ребята я зашел вот на эту карту, чтобы получить новые бесплатные вещи, да ребята, это комплект одежды, это рубашка и это штаны, Кибер рубашка и кибер штаны, интересно что это за новая карта, китайская какая-то карта, Луобу, которая в сотрудничестве с компанией QQ, музыкальная компания, выпускает вот это новое событие, этот новый ивент и здесь что-то будет происходить, вон там я вижу большущий экран, смотрите, здоровый при здоровый и до начала этого события, сколько там? 5 дней вроде бы я только что увидел, смотрите, 5 дней, 8 часов, 14 минут и 16-15 секунд, здесь что-то будет через 5 дней, надо обязательно сюда прийти, а сейчас здесь надо что-то сделать, здесь надо что-то найти, какой-то ивентик, монетки собрать, и кстати вот ребята, в прошлом видео я сегодня утром выпустил вот эту прическу для девочки, и прическа для мальчиков, и шлем, кибер шлем, вот кибер шлем, он кстати на мне сейчас, смотрите, это сейчас можно получить бесплатно в роблоксе, переходите или на мое прошлое видео, или по ссылочке в правом верхнем углу, и вы возьмете вот эти 3 бесплатные вещички, вот кстати, прическа панка, она сейчас и на мне выглядывает из-под шлема, я ее уже получил, она уже на мне экипирована, я пришел в эту игру за другими вещами, я пришел за кибер рубашкой и за кибер штанами, а здесь что по центру? непонятно, смотрите, игроки, и что там, кто-то на первом месте, кто-то на втором, кто-то на третьем, кто-то на четвертом, от чего это зависит? надо обо всем разобраться, и здесь побегать, и я сейчас все это узнаю, и так смотрим, вот здесь есть магазинчик, здесь часть вещей за роблоксы, и вот пошли как бы бесплатные вещи, вот кстати прическа, здесь почему-то она 500 игровых монеток стоит, но в моем видео она была получена бесплатно, то есть там не надо никаких было монеток собирать, и вот этот шлем я тоже получил, и прическу для девочек я тоже получил, а дальше смотрите, какие-то волшебные палочки идут, какие-то фейверки из-за роблокса эмоций, и вот кстати, вот этот комплект одежды, и он здесь в этой игре стоит 100 игровых монеток, надо где-то эти монетки собрать, кстати, я бегал-бегал, и посмотрите, три монетки я где-то нашел, что-то, откуда эти монетки появляются, кажется я знаю откуда эти монетки появляются, здесь надо кое-что собрать, да, кое-что найти, вот здесь я респанулся, и с этого места я буду искать и выполнять это задание, смотрите, в правой стороне вы увидите 0, 10, и только что я одну вещь нашел, и сейчас одна из 10, то есть надо собрать эти 10 или золотых перышек, или что это, золотые слитки какие-то, короче, надо их собрать, и я надеюсь, мне деньги прибавятся, первый слиток я нашел, второй кусок золота вот здесь, сверкает как золото, поэтому я и решил, что это золотой слиток, дальше бежим добывать золотишко, здесь надо по всем углам, я так понял, пошнырить, пошарпать и найти все это золото, так, бежим дальше, здесь игрок забегает, да, он туда побежал, значит здесь есть тоже кусок, вот этот кусок, я сейчас подпрыгну, и возьму его, кстати, похож немножко еще на кусок сыра, но скорее всего, что это золото, я подпрыгнул и 3 из 10 у меня есть, выбегаю и что я вижу, сразу же возле стены, смотрите, незаметный кусок парит в воздухе, не пропустите его, 4 из 10 и я бегу дальше, я бегу дальше, сейчас запрыгну вот сюда, здесь озеро какое-то, здесь полянка, травка, но проход закрыт, по полю нельзя погулять, бегу дальше, здесь кто-то стоит, что он здесь завис, наверное, хотел перепрыгнуть на эту травку, у него не получилось, здесь все заблокировано, прохода нет, поэтому я бегу дальше, и вот смотрите, как бы скамеечка такая, в японском стиле, я так понимаю, или в китайском стиле, запрыгивайте на эту скамейку и берете очередной кусок этого золота, а здесь проход не закрыт, проход, здесь тоже доступа на сцену нету, и я бегу дальше, я бегу дальше, что здесь, здесь кажется ничего, а может быть здесь можно попрыгать, нет, по этим ступенькам нельзя попрыгать, и я выхожу, я выхожу, и я впереди заметил, ребята прыгают наверх, смотрите, ну не просто так же они, наверное, прыгают, я попробую, ой, что-то у меня не получилось, попытка номер 2, и что, так, кажется, у меня со второй попытки тоже не получается, потому что я здесь в этой игре как-то слишком быстро передвигаюсь, то есть здесь нету медленной ходьбы, надо как бы, я не знаю, по чуть-чуть, по чуть-чуть идти, а на самом деле ты бежишь, но у меня пока все получается, здесь надо боком, я прошел, впереди лестница, поднимаюсь сейчас по этой лестнице, аккуратно, прыгать не буду, попробую просто пройти, да, можно просто пройти, прыгать не надо, и вот очередной кусок, я его нашел, кстати, может быть это мед, потому что только что там я соты увидел, может это кусок меда я собираю, может это не золото, а это мед, и так бегу дальше, 6 из 10, 6 из 10, и я заметил еще одну лестницу, а раз лестница есть, значит там наверху что-то должно быть, я поднимаюсь по этой лестнице, и вижу еще одну лестницу, значит мне туда, я сейчас подбегаю к этой лестнице, и наверх сейчас закарабкиваюсь, и что, да, да, есть, есть, вот еще один кусочек непонятного вещества, я его нашел, и 7 из 10, еще 3 этих кусочка, и я сделаю этот квест, а здесь смотрите, можно по крышам побегать, ух ты, а я сейчас интересно смогу туда, нет, туда не смогу, а сюда, да, смотрите, смог перепрыгнуть, а теперь попробую по этому карнизу перепрыгнуть, не допрыгнул, не смог я допрыгнуть, и поэтому я бегу дальше, бегу дальше искать, где же эти кусочки, где же, кажется я еще видел, где ребята прыгали, вот здесь, да, они здесь прыгали вот по этим столбикам, а значит не просто так они прыгали, я сейчас тоже попрыгаю, и скорее всего что-то там найду, и так вперед, вот, отлично, нормально, по лестнице, медленно и уверенно, здесь, наверное, я прыгну вот так вот вдаль, получилось, теперь наверх, и что, ребята, что вы там встали на одном месте, что вы там любуетесь этим кусочком, берите и бегите дальше, так, я взял, и что я вижу, я вижу, что дальше подымается, видите, кажется ступеньки вверх идут, сейчас попробую туда запрыгнуть, и так, сюда сейчас поворачиваю, и, наверное, я не буду прыгать, я попробую здесь немножко как бы позакарабкаться, а ну, получится у меня или нет, да, да, получается, не обязательно прыгать, я только первый раз запрыгнул, а дальше вот спокойно можно идти, и даже можно не прыгать, но я иногда все-таки прыгаю, дальше вот сюда, нормально, я не хочу упасть, потому что если упаду туда на первый этаж, представляете, как долго я буду обратно сюда подыматься, поэтому я не буду рисковать, я вот так медленно и медленно буду подыматься, пока у меня все отлично получается, кто-то там прыгает, а тут прыгать совершенно не надо, здесь надо просто пройтись, а здесь, кстати, кажется, надо запрыгнуть, а ну, получится у меня, не, не получилось, ой-ой-ой, я чуть не упал на самый низ, но мне повезло, мне повезло, я попробую еще раз, попробую еще раз, сюда забегу, поднимаюсь медленно и медленно, 8 из 10 вот этих каких-то непонятных штук, я уже нашел, там, наверное, на самом верху меня ждет еще одна какая-то штука, и я подымаюсь вот сюда, надо сюда немножко дальше залезть, на самый край, даже нет, еще надо дальше пройти и только тогда прыгать, а ну, получится или нет, не, не получилось, я опять далеко не зашел, надо еще дальше зайти, вот я чуть-чуть еще ступаю и пробую еще раз, вот, получилось на самый краешек запрыгнуть, это хорошо, дальше, дальше, лезу дальше и что? Что такое? Я здесь уже был, ого-го, вы видели, там еще три этажа, ладно, я уже рассердился, я уже начну прыгать, не буду я осторожничать, давайте я быстрее-быстрее сейчас позапрыгиваю на самый верх, итак, здесь какая-то черная лестница идет, а дальше черные кубики, которые вообще на этом фоне вообще не видны, вон там сзади черная стена какого-то здания, и эти черные бруски сливаются с этим зданием, а здесь, кажется, надо подпрыгнуть, я подпрыгнул и дальше, я дальше иду, кстати, видите, рядом игроков никого нету, кто-то там, наверное, уже посваливался и что? Кажется, я зашел, да, да, ребята, я зашел, и что я вижу? Я вижу, что нету этих кусочков, а есть мое лучшее время, я сюда залез на эту вышину за 2 минуты 29 секунд, это провал, я зря сюда лез, здесь нету никаких этих кусочков, все, я спрыгиваю сейчас вниз и побегу к следующему кусочку, я прыгаю и я провалился в текстуры, ребята, я провалился в текстуры и я не смог выбраться с этих текстур, поэтому я перезашел в эту игру и бегом, хорошо, что мой результат не пропал, как был 80, так и остался, я подбегаю вот в этот угол и здесь еще одна китайская скамеечка, и здесь этот кусочек я нахожу, а последний кусочек, вот этот золотой или медный, я не знаю чего, напишите в комментариях, кто знает, находится в кустах, незаметный куст, и он внутри куста находится, смотрите, вот этот кустик, и видите, он там переливается, сияет, видите, я приближаю камеру и он там прыгает, 9 из 10 у меня сейчас есть, я запрыгиваю в этот зеленый кустик и смотрите, 10 из 10, я сделал квест, итак, где же мои монетки, где монетки, что такое, я хочу купить вот этот комплект одежки, где монетки, где бейджик, не понял, ладно, сейчас остановлюсь вот здесь на этом концертном поле, на этой площадке посмотрю, открываю вот эту тележку с этими вещами и что я вижу, ребята, я вижу 164 монеты, только я не совсем понял, может быть эти монеты даются за то, что я просто бегал в игре или они даются за то, что я собирал вот эти золотые слитки, надо проверить, надо проверить эту гипотезу, а сейчас я покупаю вот этот комплект одежки, этот комплект одежки идет в игровой инвентарь вашего аватара, то есть в любой другой игре вы сможете экипировать и одеть этот комплект одежды, кстати, я сейчас, наверное, одену вот этот кибершлем, который я уже получил и сейчас одену вот эту одежку, кстати, вот эти эмоции за робукси, давайте сейчас, я еще хочу, у меня осталось 65 вот этих игровых монеток, давайте я вот эту палочку куплю, да, волшебная палочка со звездочкой и сейчас я все это экипирую на себя, давайте я возьму палочку, возьму вот эту одежду и возьму кибершлем, точнее я его не возьму, он у меня уже был и смотрите, какой прикольный сет, какой прикольный комплект, я кибер пацан, да, вот так круто, я теперь смогу выглядеть в любой игре роблокс, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцейка, с вами был Богдан, всем пока-пока!